Котики, собачки, тортик, пицца. Пойду-ка чего-нибудь перекушу. О, тузкий пряник. Чаечек заварим. Так-то лучше. Эх, буду попробовать настоящий тузкий пряник. Чего булки мять? Погнали! Вот и начался тот момент, когда кроме авторадио ничего не ловит. Вот она, Тула родима один километр. Или Белгород звонит. Нет, не звонит. Поехали. Все было продумано в нашем коварном плане, кроме одного. Какой адрес музея тульского пряника? Я начала гуглить, и оказалось, что музей не один. Если вводишь в гугл карты, то начинаются какие-то кучи интернет, магазинов, всякое разное. Начала смотреть именно про музей. Есть музей международного тульского пряника. Туда я, кстати, уже звонила и узнавала насчет экскурсий. Также есть музей Старая Тула. Еще какой-то музей. Куда ехать? Куда ехать? Я думаю, надо прямо останавливаться в центре города, в торговых рядах и спрашивать людей, куда идти. Как узнать, что мы в Туле? Правильно, здесь на каждом углу тульские пряники. Ну что, друзья, вот мы и добрались с вами до того самого пряника, огромного памятника. Весит он почти 2 тонны. Ростом он почти с меня. Ну, он даже повыше меня, если я подпрыгну. Понятно, да? Здесь много туристов. Мы долго ждали очередь, чтобы к нему подойти и снять небольшой рассказ для вас. Мы сначала же как бы планировали идти в музей пряников, но потом я подумала, ну что нам там нового скажут? Там экскурсия длится полтора-два часа, еще за чай надо доплачивать, что меня вообще просто выбило из колеи. Поэтому я решила, окей, гугл сделать и посмотрела в интернете сама интересующую меня информацию. И что я там обнаружила? Меня интересовал еще вопрос, почему же именно тульский пряник? В России очень много пряников. Я, например, очень люблю нижегородский пряничек. Ну, почему именно тульский? То есть, учитывая тот факт, что в Москве они вообще не очень-то вкусные, я не понимала, ну почему тул? Ну что же так? Все сложилось исторически. В Туле развивалось ремесло своим ходом. Купцы старались как бы выделиться, пытались сделать пряники наиболее красивыми, наиболее вкусными. И так появился вот этот красивый печатный тульский пряник. Но далее все это дело распадалось. После 20-х годов, после революции пряники вообще ушли в небытие. И после 50-х годов решили возрождать промышленность. Пряничную промышленность в Туле. И решили представить свои вкусные пряники на выставке народного хозяйства в ДНХ. То, что мы сейчас все знаем. И что правильно? Они понравились. Они понравились Микояну. Затем он дал попробовать их Хрущеву. Ну так понеслась-понеслась. И в итоге что? Пряники возродились. И теперь все знают тульский пряник. А сейчас мы с вами тоже постараемся его узнать чуть больше. И отправимся искать, где же нам его купить. Ну а затем, конечно же, попробовать. Так что поехали. Наш путь был тернист. Но мы таки добрались до музея тульского пряника. Пока мы ехали, ко мне закрались такие сомнения. А может быть, мы его этот музей? Купим пряник в любом магазине. Но тут случилась интересная история. В той самой очереди бесплатный туалет, который есть в каждом городе, где подают вкусные бургеры. Я встретила бабулю. Мы с ней как бы заговорили, потому что приехал туристический автобус. Людей было много, очередь была такая длинная. И я спросила, Женя, пожалуйста, не подскажите, где нам прикупить пряник самый вкусный. А она мне сказала, вкуснее, чем в музее, нигде не найдешь. Ну мы таки приехали. Ну как приехали? Точнее мы... Куда трамвай? Ну так, приехали. Точнее мы просто перешли дорогу и оказались в музее. Тут же с женщиной еще другой в очереди я узнала, что их в музей не пустили. Я как бы это предполагала, потому что прочитала на сайте, что можно записаться только за две недели. Представляете, за две недели. Как бы мы туда и не планируем идти. В принципе, всю интересную информацию я уже вам рассказала. Поэтому давайте просто пойдем попробуем там поснимать, если нас не выгонят, конечно, и купим пряник. А вы почему посоветуете, что выбрать нам? Да, мы первый раз, и что-нибудь это самое вкусное. Ну так, то есть... Послушайте, чтобы еще это покислее. Яблочные повидлы с морозу, стукаты, слива. Морозные с стукатами с сливами, чтобы поделиться, что вкусно, что нет. Так. Яблочные повидлы. А то есть идет как бы повидлы плюс стукаты, правильно я поняла? Яблочные. Яблочные. Яблочные повидлы добавляйте, красивые горочки. И пошла такая, как будто я знаю, куда идти. Ребята, просто килограммы пряников это нечто. Спасибо большое приятным сотрудницам магазина, что разрешили нам поснимать. Я понимаю, было не очень так... Ну, они сначала вроде бы как заортачились, да нет, да нет, но мы их обаяли. И теперь у нас очень много пряников. И, кстати, самое большое купила я для вас. В конце я расскажу вам про конкурс. Могу и сейчас рассказать, что я буду до конца-то ждать, правда? Такого мы еще не разыгрывали. Ребята, чтобы получить вот этот волшебный сливочно-молочный пряник весом почти 2 кило, даже не почти, почти полтора килограмма пряника, вам нужно всего лишь сделать репостик этого видео. Все условия будут вот там вот в ссылочках в описании, на мою страничку ВКонтакте. Посмотрите, там все очень просто. Через неделю я уже выберу победителя, я объявлю его прямо там. Так что, чтобы получить, давайте быстрее, пока он совсем не запотел в ожидании вашего репоста. Все, мы едем дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эй! Ты тебе говорил, не есть пряник до съемки Ты попробуй устоять, он такой вкусный Я вдыхаю Он пахнет апельсиновыми корочками И надеждой просто, правда Давайте скорее пробовать, ребята Я не могу, сейчас я просто вот так вот его разломаю Вот этого я без вас, ооо, да Ребята, вот как должна выглядеть начинка в тульском прянике Запоминайте, записывайте Делайте скриншоты, там что хотите Я долго выбирала, какой же пряник мне затестить Решила все это не открывать И я выбрала с цукатами, потому что такого у нас точно не найдешь И это что-то с чем-то, это очень вкусно пахнет Сейчас Три с половиной часа Того стоили Такое рыхлое, мягкое тесто Вкуснейшая начинка Сладкое С цитрусовой кислинкой Слушайте Хорошо, что булки размяла Поехала, пряник есть Сытые тульские голуби Ну, немножко с ними поделюсь А то они какие-то очень неупитанные Приехал тут из Москвы Ребята, я не могу Я не могу садиться Это слишком Не могу Ну что, друзья, хочется сделать какие-нибудь выводы Я думаю, вы уже поняли, что мы совсем не пожалели о том, что потратили 3 часа Точнее 4 часа Нам еще обратно столько же ехать В сумме это 8 часов Ради того, чтобы попробовать настоящий тульский пряник Здесь столько туристов И это все оправдано Люди не зря приезжают, закупаются пряниками Они вкусные, свежие, недорогие Что тоже важно И вы уже теперь знаете, где покупать пряники Да, музей Старая Тула Прямо заходите Все Огромный выбор Столько начинок У нас в Москве есть только сгущенка И яблочное повидло Как бы все очень скудно Здесь очень-очень круто Я вам советую съездить в Тулу Если вы где-то живете Ну не так совсем, чтобы далеко Конечно, там 15 часов лету не стоит того Но съездить, если вы неподалеку Очень-очень даже рекомендую И очень прошу вас поделиться Как вам? Понравился ли выпуск? Напишите обязательно свои комментарии Не забывайте делиться этим роликом И принимать участие в конкурсе Большой пряник, он вас ждет Да Мы увидимся с вами уже совсем скоро До новых встреч Всем белка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова